Урочистые мероприятия у Гомеля начинаются, как ургана славы. Насыпанный 50 годов тому, у Гонор у всех, кто оборонял родимого подчас Великой Очины, и он стал одним из самых знакомитых помнеков советских часов. Ветераны узгадывают, унести свой вклад в бедовнинство, и мкнулся шматых тозгамельчан. Была я тогда еще молодая, и мой сын был еще маленький, ему было только 8 лет, 9 так примерно. И солдаты, и наши из части, вот в Лещинце, ракетчики, и строители. И, ну, в общем, все, у кого были самосвалы, возили сюда землю. И мы прибежали, жители ближайших домов, не все тут было построено, только вот там, где улица Брестская. И тоже, кто ведерком маленьким, дети, кто большими ведрами, тоже это все помогали делать. Такие курганы славы тогда створались практически в 8 городах Беларуси, але у Гомского была одна особливость. 5-10 годів тут заховывалось послание нащадкам, якое назвали капсулой часу. Капсулу часу в Гомске Курган славы закладе 26-го Кастырчника 1967 года, вядомый на час 11-1-30 хвилин, с наказом ускрыть сегодня, 7-го истопада 2017-го, по час святкования 100-го Кастырчинской революции. Для того, как не пошкодить текст послания, капсулу ускрыть специалисты-реставраторы, хоть текст его сокретым не заявляется. Один из экземпляров у свой час передали областный музей. Нехай назавсёды заховывается в ваших сердцах память о ваших батьках, мате, старших братах. Тых, кто прошёл нелёгкими шляхами войны, узнял зруин города и вёске, да усилу эмоций вашим марам, вашим взяснением, вывив на космичные орбиты своих сынов, мы передаём вам эсофету грандиозных перемог. Вам уручаются лёсы родимые, лёсы будущих поколений, лёсы усяго человечества. После завершения реставрации полный оригинальный текст послания будя опубликованный у сродках массовой информации. Па час святкования 100-го Кастырчинской революции о Гомеле-Обогуле часто вспоминали об минолом и казали об будущем. Святок Кастырчника – это да не наповаги героям пеших пятигодок. Ветеранам войны, тем, кто одновлял разборную господарку, працевал на предприемствах и палетках. У нашей истории было шмат героичного и трагичного, об этом не обходна память. Миновата так можно спромливать основную идею нового послания, якое замуровали на головной площади Гомеле. Этот наказ повинен быть ускрыт в 2067 году па час святкования 150-х годов Кастырчинской революции. Сегодня мы очень много вкладываем сил для того, чтобы реабилитировать наши территории в плане экологии, что мы сейчас не только осваиваем космос, но и виртуальное пространство. И, конечно же, мы желаем нашим потомкам, чтобы их стремления были только чистыми и добрыми, чтобы в погоне за новыми технологиями мы не забывали оставаться людьми. Реконструкция революционных падей – одна из самых видовичных часток программы, присвеченной годовинника Сырчинской революции. На некий час Гомельский палацово-парковый ансамбль первотворился в Зимний палац с нежматрикими оборонцами, как это и было 100 лет тому. В поле сападе 17-го Зимний обороняли невинами значной силы, в основном юнкера и жяночий батальон. Змогаться за часовый урат, который уже не корыстался популярностью, практически никто не ожидал. Непосредственно захоп Зимнего обошелся без значных охвяр. Еще больше мирным шляхом передача улады пришла у Гомеля, але в реконструкции, хоть и историчные, есть свои правила, а тому были и стрелы, и пораненные, и забитые. Реконструкция революционных падей у Гомеля стала самой массовой и масштабной в Беларуси. Каб принять удел у Гомель, приехали члены военно-историчных клубов практически из всей краины. Сейчас у нас уместные репетиции было не шмат, але у войнуку все отрималось. После завершения взятия Зимнего, его деньги означают, такая реконструкция бывает один раз в 100 годов. Реконструкторы приехали со всей Беларуси. Те, кто реконструирует, в первую очередь, царскую униформу, часть из них поделилась на тех, кто за трудовой народ, а часть, которые подчинялись еще временному правительству. Дворец – это не ежегодное мероприятие, это первый раз здесь. Я думаю, что провели и провели успешно. Олег Синтеров, Игорь Мадышенко, Телер-радио-компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова